Здравствуйте. Мы, собственно говоря, продолжаем тему прошлого занятия, прошлого урока, как у нас хорошо названо, «Критерии различий». Напоминаем в краткое содержание предыдущей серии. Значит, решили мы сравнивать, отличаются ли друг от друга некие группы товарищей, которых мы можем либо проранжировать по какому-то признаку, проранжировать по какому-то признаку фактически. Я использовал в качестве примера какие-то цифровые данные, вымышленные совершенно с головы данные были. Вот я их вот так вот тихо, мирно использовал в разных, значит, сочетаниях, в разных критериях. Значит, первый критерий, который у нас там с вами был, был очень звучный, имел название «Критерий Розенбаума». Самый простой из всех критериев, проще некуда. Вот он в чем заключается. Прошу, значит, картиночку на экран. Вот такая картинка. Вот у нас диапазон изменений некого значения критерия, значит, для одной группы и для другой группы. Вот такое количество лиц из первой группы, значит, явно превосходит любого, кто имеет место быть во второй группе. А вот такое количество лиц второй группы явно слабее самого слабого, значит, объекта из первой группы. Вот они, С1 и С2. Количество штук. Тут не важно, величина, размер. Вот эти все картинки, это чисто условные изображения, да, по количеству объектов, которые сюда попадают, да, лучше или хуже они, да. Сравнивать это можно, естественно, не обязательно используя данные такие вот конкретные цифровые, можно просто вот чьи-то предпочтения, да, вот кто кому нравится. Вот так как-то. Итак, сумма просто-напросто вот этих вот людей, выбивающихся за область перекрытия, да, за область перекрытия, С1 плюс С2. И должна она быть всего лишь навсего больше или равна 8. Не лишним будет напомнить, что количество вот этих вот ранжируемых объектов в каждой группе должно быть не меньше 11. Вот такое, скажем так, вот правило, которое гарантирует, что если у вас вот этот Q критерий Розенбаума окажется больше или равен 8, то с вероятностью меньше 5% вы ошибетесь, приняв, значит, такое утверждение, что между этими группами есть существенное различие вот по этому ранжируемому признаку. И с вероятностью, значит, 1% вы ошибетесь, только не больше 1%, если это будет величина больше 11, кажется, да. Второй был критерий, критерий Мана Уитни. Он был так более, скажем так, заковыристый, в больших расчетах нуждался, в больших вычислениях. Что же это было за критерий? Значит, опять же, 2 группы, все проранжировано вместе, да, ранжировали вместе людей. Кто вам больше всего нравится из актеров, значит, Большого театра и раньше это называлось Кировский театр, да. Вот мы решили проранжировать, так сказать, вершину советского балета, а в искусстве в области балета мы впереди планеты всей. И вот как раз эти вот 2 балета, так сказать, Кировский и Большого театра, вот мы, так сказать, солисток скажем, чтобы уж все было без булды, проранжировали вместе. Вот это вот количество балерин, что мы рассматривали из Кировского театра, это из Большого театра. Вот сумма рангов, ну, самый слабый ранг мы давали, значит, единицу, значит, самому замечательному человеку, первое место. Тот, кто послабее, значит, второе место. Тот, кто самый слабый, значит, самый последний, Н1 плюс Н2, вот такой был номер самого слабого ранга, да. Вот так. Вот у кого-то больше оказалась, значит, сумма рангов, у кого-то она оказалась больше. Ну, например, в Кировском балете, все-таки в советское время Большой театр. Да хотя Ленинградцу нельзя говорить, что Кировский был слабее Московского. Не знаю, вот один из них оказался больше сумма рангов. Больше сумма рангов, это значит хуже, это фактически больше оказалась сумма мест. А может быть, просто объем там больше оказался, да. Вот так вот. Ну и что ж у нас получается-то? Вот это вот объем того самого, той выборки, для которой сумма рангов больше. Вот такая вот замысловатая формула. Если хотите на нее, посмотрите повнимательнее. Позволяет нам вычислить некое критериальное значение. Вот эта буковка У, или как говорят современные молодежи на английский манер Ю, вот эта вот буковка должна быть значение ее больше своего критического, чтобы мы, значит, с вероятностью меньше 5% ошиблись, сказав, что да, разница-то есть, ну конечно. Вот, тогда мы ошибемся с вероятностью меньше 5%. Вот оно, какое значение критерия. Я вам рекомендовал его, чтобы, не пользуясь таблицами, считать 0,3 от произведения N1 на N2. Вот так вот. Вот так вот можно сравнить все, что угодно, аранжируя. В прошлый раз задачей были цифры, без цифр, просто кто больше нравится. Обычно таких психологических опытов инструментарий такой делают. Берете карточки, на которых написано имя, либо имя, кого вы хотите проранжировать на ваш вкус, например, если речь идет об актерах, например, или актрисах. Или, например, фотографии, кстати, в этих случаях можно использовать, вообще будет наглядно. Вот мне это больше нравится, а это меньше. Во-вторых, какие-то понятия, термины, что для вас более значимым является в браке, например, да? Вот что в браке более значимым является. А на самом деле все эти карточки у вас еще разные для того, кто, значит, это будет сравнивать. Есть факторы, имеющие отношение к духовной жизни, к духовной близости супругов. Ну, может быть, и физическую сюда еще записать. И есть факторы, имеющие отношение к социальному статусу, к материальному положению, ну, и всяким таким вот вещам, которые приняты, ну, как-то к ним всегда, ну, в наше время принято было как-то вот сниженно относиться. Ну, презренный металл, там, деньги. Хорошо к деньгам презренно относиться с презрением, когда их много, и вообще так, презирая их, тратить направо и налево шикарно так. Ну, вот это самое такое вот презрительное отношение. Значит, следующий наш с вами заголовок, вот для этой вот мучительной таблицы, звучит так. Критерий Крускала Уоллеса. Ну, Уоллес, ясное дело, это англоязычный человек, а Крускал, это, насколько я понимаю, финн. Хотя я могу ошибаться. Такие явно звучат, так сказать, финские корни. Кстати, если хотите, вам маленькая загадочка. Эту загадочку загадывали несколько лет назад финские товарищи, организаторы выставки в библиотеке Академии наук, в Петербурге это было дело. Выставка называлась «Финны в истории России», в российской истории. Кто самый знаменитый финн в истории России, который внес вклад, да, ведь в историю России вносили вклад люди разных национальностей, да. Ну, вот, чтобы вам было интересно слушать меня до конца, в конце я вам и скажу, кто же был самый знаменитый финн в истории России. Это вот такой новый способ привлечь внимание, значит, людей к лекции по скучному вопросу. Ну, так поехали дальше смотреть критерий Критерий Крускала Уоллеса. Начинается он с одного очень сильного, на первый взгляд, ограничения. Сравнивается некоторое количество групп граждан. Ну, вот в нашем случае, так сказать, три группы. Три группы, все они имеют, у каждой группы свои какие-то там, вот, значит, ранги, тут все это вот. Это ранги, они паранжированы, да, по этим вот значениям. Вот, и есть одна особенность. Количество объектов в каждой группе одинаковое. Как быть с этим делом? Ведь на самом деле, часто бывает очень сложно подогнать группу одинакового размера. Ну, это понятно, что, скажем, если вы сравниваете там взводы из разных полков, ну, взвод, да, вроде бы должен быть одинаковой численности. И то не всегда это бывает. Взводы бывают разные. Бывает там взвод обеспечения, там транспортный взвод, еще кое-что, мотострелковые, танковые численности разные у людей. А представляете, как это тяжело в жизни? Если мы ранжировать собрались балерин театров, там, красноярского, одесского, московского, как это, разный объем труппы, как ранжировать? В этом случае такое очень сильное решение предлагается. Вы, говорит, выберите случайным образом из каждой группы одинаковое количество, значит, объектов для ранжирования. Вот такое вот, по сути дела, соломоновое решение. Лишних просто отсекаем случайно, да? Это вообще очень метод очень сильной и освещенной традиции. Меня он очень умиляет по-своему. Вот, позвольте мне немножко излить, так сказать, желчный этот психологический метод. Хотя он вполне математизирован, как вы видите. Это вот в воспетые, скажем так, историками времена древнегреческой демократии, древнегреческих судов, решение принималось не только с учетом мнения, значит, участников обсуждения или там участников голосования, но и с учетом мнения богов. Что для этого делалось? Для этого делалось следующее. Значит, в каком-то вопрос идет голосование. Граждане, а может быть, так сказать, граждане судей, члены суда, бросают в урну, это такая красивая ваза греческая, бросают туда камушки. Либо черные, либо белые. Значит, белые, естественно, за какой-то законопроект, скажем так, или, скажем, за то, чтобы оправдать обвиняемого. А черные за то, чтобы его наказать строго. Или, соответственно, отвергнуть законопроект. Все сложили, как бы мы сделали? Ну, мы люди простые, мы посчитали бы, каких камушков больше. И тогда победил бы тот, кто, значит, та точка зрения, значит, за которую было подано больше голосов. Но не такие были древние греки. Они выбирали оттуда случайным образом некоторое количество камушков. Таким образом сказывалась, так сказать, рука богов. Представляете, вы могли выбрать только белые, хотя там большинство было черных. Или только черные, хотя там большинство было белых. Ничего неизвестно о том. Использовали коррупционеры древнегреческие в своих коррупционных целях, скажем. Там оправдать явно виновного человека или посадить явно, значит, хорошего. Вот ничего неизвестно, но метод вот еще тот. Так вот этот еще тот, освещенный вековой древнегреческой традицией метод, нам рекомендуют и психологи. Если группа у вас неравных размеров, вы просто случайным образом карточки перемешаете. Еще хорошо эти все карточки разным цветом пометить. Да, для каждой группы свой цвет. Не надо, чтобы количество карточек в каждой группе было одинаково. А лишней выбросьте, да? Ну так, то есть отбросьте, отложите. Случайным образом, причем они говорят. Вот она рука богов психологии, никуда не денешься. Так что я закончил изливать желчь по поводу этого метода. Приступаем к математике. Вот они, несколько групп. В перемешку стоят ранги. Каких тут только рангов нет. Вот он. Вот они ранги, ранги, ранги. Вот он первый ранг. Это кто-то самый лучший попал во вторую группу. Вот он второй ранг. Третий ранг. Это вот в первой группе два таких замечательных объекта. Второе и третье место занимающие. А вот эта группа, видите, у них у всех ранги двузначные. Это явно аутсайдер этих, вот этих из первых двух групп. Да? Вот явный аутсайдер. Есть ли различия между этими тремя группами? Есть ли смысл вот как-то вот проводить между ними разницу или нет? Вот на этот, собственно, вопрос в таких вот специфических условиях должен дать ответ критерий Крускала Уоллеса. Как же он выглядит? Выглядит он очень просто. Это посчитанные суммы рангов для каждой из трех групп одинакового объема. Помните, у нас для критерия Мануитни группы были различного объема. На мой вкус это более объективно. Ну, а тут вот так уж получается. Другого ничего не придумаешь. Вот, видимо, самая передовая группа, у нее самая маленькая сумма рангов. А вот самая отсталая группа, у нее самая большая сумма рангов. Ну, вот я вам так скажу. Мой практический опыт, да и ваш тоже практический житейский опыт, подсказывает, что не всегда то, что у кого-то на копейку больше, означает, что он намного богаче. Правда? Вот является ли это тут действительно вот эта вот существенная такая разница или нет? Вот в 132 единицы или несущественная? Ну, вот интуитивно вроде как вот такая разница, вот, например, в 15 единиц. Ну, наверное, несущественно. А кто его знает? Надо проверить. Вот для этого и служит критерий замечательной Крускала Уоллеса. Как он выглядит? Опять длинная, утомительная формула. Начинается на буквой H, как говорят англичане, или как говорят люди, говорящие на ломаном, на кухонной латыни, буква H. Вот она, буква H. Чему же он должен быть равен? Дальше идет замысловатая формула. Хотя эту формулу все очень легко просчитать, на самом деле. Значит, дробь возглавляет ее, да? 12 делить на вот такое вот произведение n, n плюс 1. n – это количество объектов в каждой из наших, значит, групп ранжированных объектов. Значит, то есть для соревнований мы выбрали из каждой группы для сравнения, вернее, одинаковое количество представителей случайным образом. Кстати, говорят, не совсем глупо, потому что, скажем, на Олимпийских играх каждую страну представляет футбольная команда одинакового объема. Ну, или там хоккейная команда, или баскетбольная, волейбольная, какая угодно. Одинакового объема эта команда. И тем не менее, глядя по этой команде одинакового объема, значит, разные спортивные, так сказать, школы сравнивают свой результат. Кто кого переиграет, кто кого победит, кто окажется лучше. Это тоже своего рода спортивные команды. Поэтому можно, в конце концов, взять набор неких школьников, скажем, московских, тамбовских, красноярских, ну и попросить их что-то такое там порешать задачки. И выяснить, кто же, где лучше решают задачи. В Тамбове, Ростове, Красноярске или Москве. Вот. Ну, Ростов, правда, сначала я не упомянул. Естественно, в Москве школьников гораздо больше, чем в Тамбове или даже в Красноярске. Но для сравнения будем выбирать одинаковое количество. Вот так вот. Ну, смысл какой-то все-таки есть, хоть я и изливал желчь. Что же у нас дальше получается здесь? Здесь стоит очень интересная сумма. Вот этот значок сумма стоит перед вот такими дробями. Что это есть такая? Это вот сумма рангов для каждой группы, для группы номер Ж, для первой группы, сумма рангов в квадрате. И делить на количество, значит, элементов, количество элементов в этой группе. Вот так вот это вот делается. Количество элементов в этой группе. Минус 3 умножить на n плюс 1. Ну, тут, между прочим, маленькая закавыка. Количество элементов в этой группе-то везде одинаковое будет. Но, тем не менее, вот это вот почему-то так записано в этой формуле. Ну, что ж, посмотрим, что же у нас получается. Посчитать его нетрудно. Давайте я возвращусь кое-каким цифрам. Что куда подставлять? Вот они. 226 в квадрате. 211 в квадрате. 243 в квадрате. И все это надо разделить на объем, да, который есть у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, девенадцать, тринадцать. Вот это вот n. Кстати говоря, как и любой ng у нас равно тринадцати, да? Вот она. 226 в квадрате длить на тринадцать, плюс 221 в квадрате длить на тринадцать, плюс 343 в квадрате длить на тринадцать. Естественно, следить, отслеживать этот ход этих вычислений занятия, значит, еще то, достаточно скучное. Кстати говоря, я очень настаиваю, очень рекомендую, как счастливый обладатель ноутбука, то есть его всегда можно взять с собой, в крайнем случае, использовать Excel. Вообще сейчас Excel достаточно работоспособный появился уже для наладонных компьютеров, поэтому кое-какие расчеты вот такого рода делать в Excel очень удобно. В отличие от обычного калькулятора, на который каждый раз вам надо набирать цифры, при изменении каких-то цифр он моментально все результаты пересчитает для каждой ячейки, да? То есть Excel — это такая оригинальная форма записи компьютерной программы, да, такая наглядная. Еще, по-моему, это называют объектно-ориентированное программирование. Ну, по крайней мере, мне оно очень нравится, хотя я и когда-то учился нормальным образом программировать, типа на Алголе, на Фортране, на чем-то таком, на Паскале каком-нибудь там или на Бейсике. Вот, что-то такое, в общем, язык, да? А это вот, понимать, клеточки, там цифрики записываешь, что-то какие-то там устанавливаешь связи, он все считает. Ну, на самом деле здорово. Вот, значит, какой же делать вывод? Результат у нас оказался равен 6,181. Вот этот вот критерий H или H или Крускала у Олеса оказался 6,181. Значит, сравнивать нужно с критическими значениями. Тут нам очень крупно повезло. В качестве критических значений можно использовать значение критерия Хи квадрат. Вот оно, критериальное значение. Для, значит, 5, для вероятности 5%, то есть 0,05, равно 5,991. Здесь немножко за кадром остался такой вопрос. Какое количество степеней свободы, да? Помните, я вам толковал, что для вычисления значения критерия Хи квадрат, когда вы будете его считать на компьютере в Excel, он с вас попросит две вещи. Это вот вероятность, для которой вы хотите его посчитать, да? И количество степеней свободы. Вот количество степеней свободы здесь будет, значит, n-1. n объем группы, то есть 12 степеней свободы здесь. Вот, здесь, значит, предположительно, да, это округлено, естественно, в этом смысле предположительно. 5,991 для вероятности 0,05 и для вероятности 0,01 9,21. Чем больше, аж, тем больше вероятность того, что мы не ошибемся, то есть тем меньше вероятность ошибки. Тут вот вероятность ошибки 1 сотая, а тут вероятность ошибки 5 сотых. Надо сказать, что у этих самых психологов, вот эти вот две величины 1 сотая и 0,05 вероятность, они как раз вот этот диапазон являются таким диапазоном такого вот размышления, такой некой паузы, ну, как бы вам сказать, да, вот этот вот такой диапазон. То есть это немножечко вот и не то, и немножечко не сё. Вот если чётко было бы он меньше 5,991, то гипотеза отвергается. Если чётко больше 9,21, гипотеза чётко принимается, да. Вот в нашем случае, для наших фиктивных данных, поэтому я не очень переживаю, результат попал между этими двумя значениями. То есть вот тут вот как-то вот то ли принимать, то ли отвергать, ну, в принципе, может быть, и можно и принять, но не будет большой беды, если отвергнем. Вот что-то вот, значит, такое. Такое какое-то вот дело. Вот. Значит, предлагаю вам следующий критерий. Называется он критерий Джон Кира. Его ещё называют критерий С, тоже буковка С. Если вы помните, вот у каждого из критерий, которые были поименованы, была своя буква. Например, буквой КУ, или КЮ, как говорят молодые люди, обозначается критерий Розенбаума. Мана Уитни, буква У, или Ю. Вот. H, или H, критерий Крускалу Олица, и буква С, критерий Джон Кира. Не буква Д, хотя как Джон Кир, хорошо было бы, да? А буква С. Значит, в чём же здесь загадка? Значит, видите ли, в чём дело? Эти объекты, с которыми мы имеем дело, по-моему, взяты были те же самые объекты, что и в тот раз. Значит, в каждой группе, вот они, свои объекты, это их ранги, расставлены в порядке убывания. Вот в этой группе самый такой суровый ранг был 38, самый суровый во второй группе 39, а здесь 37. Вот такие вот ранги. Кстати говоря, можем прикинуть, сравнить, попробовать их. Здесь как раз сколько у нас? 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, девяносто, тринадцать. То есть, к этим двум группам, одинакового, кстати говоря, объёма, там можем применить критерий Розенбаума, да? Розенбаум требовал хотя бы приблизительно одного объёма и больше одиннадцати. Больше или равно одиннадцати? У нас тут больше и равно одиннадцати, то есть явно тринадцать. Давайте посмотрим вот эти две группочки сравнить, например, да? Что тут получится по критерию Розенбаума? Практически ничего особенного нет. Вот эта группа, значит, тридцать девять, один только больше, чем в той группе, и тут один ниже, чем в той группе. Два у него ранга, да? То есть вот равно двум. Не принимается такая разница. А с этой группой, что тут будет? Вот тут большой хвост очень, да? Тут большой хвост. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вот тут вот меньше пятнадцати. И один больше тридцати семи. Пять тоже, наверное, не примется, да? Вот тут критерий Розенбаума как-то не выглядит различием. Надо сказать, что здесь у меня ещё один столбик нарисован, дополнительный. Вот они, два. То я их даже на него не показывал. Очень виноват. Сейчас всё объясню. Это вот наши три группы. Одна группа, другая группа, третья группа. Расположены они все в порядке убывания рангов своих, да? Вот они. Самые лучшие внизу, самые худшие наверху. У них самый большой ранг, да? Как капитан первого ранга главнее, чем капитан третьего ранга, так и тут вот ранг объекта, имеющий ранг единица, более важен, чем объекта, имеющий ранг тридцать девять. Кстати, интересно, что вот в эту вторую группу и самый хороший попал, и самый слабый ранг попал, да? То есть вот так вот. Ну, посмотрим, что получается. Можем ли мы здесь заметить, без критерий Розенбаума, как нам, видите, не помогает ничего выявить, да? Но понимаем, что структура разная, может быть, внутри. Может быть, тут все одни, так сказать, люди, занимающие первые места, да? А тут людей с первыми местами не так много, может быть, да? Посмотрим. Значит, считается следующим образом. Расположили группы в достаточно произвольном порядке. Считаем. Вот для этого объекта у него ранг тридцать восемь. Сколько в двух других столбиках есть объектов с более высоким рангом? Для этого тридцать восемь, значит, более высокий тридцать девять. Один объект только вот его, так сказать, с более тяжелым рангом, в более тяжелых условиях. Тридцать пять. А для него сколько? Раз, два, три. Правее, значит, три таких объекта в правых столбцах. Тридцать четыре. Тоже три. Раз, два, три. Да? И так далее. Надо просто аккуратно всех проранжировать. Вот, например, в хвосте плетется ранг два. Сколько их там было? Ой, сколько там их много, этих ранжируемых объектов. Очень много. Значит, раз, два, три, четыре. Вот тут удалось насчитать правее. Раз, два, три, четыре, пять. И тут двенадцать. И тут тринадцать. Двадцать пять. Вот, двадцать пять объектов тяжелее его. В столбцах, которые справа стоят. То же самое для второй группы посчитали. Ну, вот этот самый худший, хуже нету. Значит, нолик. Пятерочка. Почему? Раз, два, три, четыре, пять. Ранги больше тридцати. Понятно, как это считается? Все очень просто. На самом деле, очень просто. Вот она сумма рангов внизу стоящая. Бог миловал. Ну, вернее, это я так подобрал данные. Что все ранги у меня четко совершенно. Нет вот этих вот одинаковых рангов. Нет у меня здесь одинаковых рангов. Нет рангов дробных. Помните, если вести ранжирование по таким признакам, когда не могу между кем-то сделать выбор, то есть они у меня попадают в одно-одно, ну, делят вместе какой-то набор мест. У них, у нескольких объектов может быть одинаковый ранг. В том числе и не целый ранг, а полуцелый. Ну, так уж бывает. Вот. Посчитано. Посчитано так сплечь долой, да? Как говорил, значит, Фамусов, подписано так сплечь долой. А у математиков посчитано так сплечь долой, да? Все. Дальше уже должны сами там заказчики этих исследований принимать решение. Значит, думать, что будет. Что же тут надо считать? Критерии тоже не из очень сложных. Считается сумма вот этих вот рангов. Триста тридцать три. Обратите внимание, где у нас тут двести три и сто тридцать, да? Вот эти суммы, вот не то чтобы рангов, а этих вот, а количество объектов, стоящих справа в двух столбцах, ранг которых превосходит ранг, вот, входящих в нашу группу объектов. Во, длинно-длинно, но и непонятно сказано. Вот оно, триста тридцать три. С, это количество групп, что у нас было. Дальше считается некая вспомогательная величина. Она называется Б большое, да? Считается на как? Вот это вот С, то есть в нашем случае три, умножить на С без единиц, то есть в нашем случае два, и на Н квадрат. Н квадрат – это квадрат количества элементов в каждом из наших выборок, в каждом из наших выборок, в каждом из наших столбцов. Тринадцатик, да? То есть это будет сто шестьдесят девять. Тринадцать квадрат. Посмотрим, что же у нас получается. Получается у нас следующее. Б равно пятьсот семь. Три на сто шестьдесят девять. Да, против этого никуда не денешься. Это пятьсот семь. Пятьсот семь равно. И вычисляется некая величина С. Вот он, почему называется критерий Джон Кира. Это два А минус Б. У нас как-то вот так получилось. Я не старался. Это непроизвольно. Два А получилось равно шестьсот шестьдесят шесть. Минус пятьсот семь. Сто пятьдесят девять. Вот это значение критерия Джон Кира. Значит, напоминаю, как это делается. Еще раз. А потом уж будем определять, как считать критическое его значение. Вернемся чуть-чуть назад. Нужно все вместе объекты проранжировать. То есть сквозное ранжирование. Не разбирая, в каком балете та или иная балерина танцует. Понятно, да? Вот она. Самая замечательная балерина танцует в этом балете. На наш вкус. Мы ранжировали по каким-то вещам. Сейчас вообще очень принято всякие составления разных рейтингов у спортсменов, у политических деятелей, у обозревателей политических и разных спортивных и кого угодно. Людей, которые в шоу-бизнесе мелькают. Вот эти вот ранжиры. Как дело вкуса, как это сделать? Это меня не касается. Как вы проранжировали? В конце концов, вот вам нравится эта балерина, а вот это вы ненавидите, потому что она ее конкуренткой. Вы ей дали самый низкий ранг 39 из всех, что были. А это ваша любименькая. Помню, у меня одна студентка аранжировала актеров. У ней на первом месте была Кэтрин Зетта Джонс, а на последнем Майкл Дуглас, муж Кэтрин Зетта Джонс. И вот, значит, у нее она просто... То есть, наоборот, на первом был Майкл Дуглас, что я говорю, а на последнем была Кэтрин Зетта Джонс, потому что она любила Майкла Дугласа и, соответственно, ревновала его к Кэтрин Зетте Джонс. Видите, как вот, да? Майкла Дугласа кому ревновало? К его жене. Ну, вот такая вот вещь. Вот такой набор. И сущность трюка, я еще раз повторю, как вы считаете, вы определяете, сколько в столбцах, стоящих справа, элементов имеют более высокий ранг. Вот хуже этого самого Кэтрин Зетта Джонс в столбце, стоящем справа, никого для вас нет. Нет никого. А вот тут вот таких вот хуже оказалось пятеро, да? Вот после имеющих ранг больше тридцати. Тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать шесть и тридцать семь. Раз, два, три, четыре, пять. Кстати говоря, совсем не обязательно. Самый низший ранг должен соответствовать самому лучшему объекту, да? В принципе, вы можете ранжировать и по-другому. Ну, как-то обычно начинают ранжирование самых лучших, не выбирают самых худших. Это когда награждают участников какого-нибудь творческого конкурса или фестиваля. Сначала выдают дипломы, то есть самым, значит, слабым, значит, самое слабое место занявшим людям. А уж первый приз и небольшой, и там, гран-при выдается, значит, в последнюю очередь, да? Ну, так вот. А у нас все наоборот. Но пристать все равно первый называется. Вот она сумма вот этих вот вспомогательных наших столбцов. 333, ее нужно удвоить. А вот величина b. c на c без единицы, так я говорю, и делить пополам. Хотите, можно сказать так, c квадрат минус c, делить пополам. Я скобку раскрыл. И умножить на n квадрат, на количество элементов в каждой из групп, которые вы, значит, сравнивали. Вот так вот получается. Вот оно, наше b, 507. Вот оно, наше a, 666 пополам, 333, a2, a666. И критерий Джон Кира. 2a минус b, 159 он получился. Ну что, давайте смотреть, что у нас получается дальше. Дальше, сравнивать надо с критическим значением. Здесь вообще вот так очень волюнтаристически, не знаю, по моему ли, недосмотру ли, или еще почему ли, тут стоит знак равенства. На самом деле здесь надо записать приблизительно. Это вот вам, так сказать, заменитель таблицы. Приблизительно. Критическое значение для вероятности 5%. Вот, для доверительной вероятности критическое значение для вероятности 1%. Вот он, что 7,5, n минус 1 умножить на c минус 2. А критическое значение для 1% просто в полтора раза выше. Тут не такое хорошее соответствие, значит, с табличными данными, как было для критерия Манна-Уитни, но тоже терпимо. Тоже терпимо, вполне. Вполне терпимо. Что же получается после наших расчетов? Расчеты нам дают следующее. Значит, у нас 13, да? 7,5 умножить на 13 без единицы. Умножить на 3 минус 2, потому что у нас 3 этих самых выборки. И S критическое, да? 1 сотая, это вот для нее просто в полтора раза выше должно быть, да? Сейчас мы все посчитаем. Кстати говоря, обратите внимание, сразу отсюда напрашивается критерий применимости этого метода. То есть, не меньше трех выборок должно быть. Видите, 3 минус 2. Вот. Я очень горжусь этим результатом. C минус 2, который, да? Видите, вот он, откуда 3 минус 2 взялось. Посмотрите. Вот. Это было C. C минус 2, да? Количество групп, для которых мы проводим сравнение. То есть, меньше, так сказать, трех вроде как нельзя. Так действительно, фактически есть. Вот. Вот он и значение 90 и 135. Пока я вам все это расплетал и заплетал, я уже забыл, какой у нас получился результат. Давайте вернемся немножко назад. 90 и 35, это наш результат. 159. 159, это больше самого большого. Вот он. Это больше, чем для 0,01, да? Вот. Значит, мы можем относительно спокойно быть уверенным, что с вероятностью, меньше 1% мы ошибемся, если примем гипотезу о том, что вот объекты из разных групп отличаются друг от друга. Правда, гипотеза достаточно такая, как бы вам сказать-то, общая, да? Что в этих трех группах есть некие различия, понимаете? Три группы. То есть, из них может одна выделяться, а между двумя различий может не быть. Вот обратите внимание на конкретику. Ситуации. Критерий Мануитни, когда мы использовали, да, мы сравнили две группы. То есть, выясняли, ну, грубо говоря, два человека, сравниваем, кто из них выше. Вот так вот, да? Вот так выясняем. А тут у нас несколько групп, например, три в нашем случае. И мы выясняем, есть ли среди них группа, которая сильно отличается от двух других хотя бы. Или есть ли у них сильные различия между собой. Это критерий Мануитни, он нам не... Критерий Крускал-Ольса, он нам не... Джанкира, простите, всех перебрал, заодно запомните. Вот. Он нам примерно так работает. Вот, представляете, стоит три человека. Один высокий, другой рядом с ним, ну, тоже почти такой же. И третий, вот, ну, совсем маленький. Есть разница, ну, видно, есть разница. То же самое он сработает, когда они все будут, значит, такой вот гигант среднего роста и, значит, маленький человечек. Тоже сработает, да? То есть, достаточно, чтобы хотя бы один резко выделялся. Вот. Один резко выделялся, и одна группа резко выделялась из всех остальных. Значит, различия есть. То есть, собрали школьников из разных городов, команды, скажем, собрали, на какую-нибудь олимпиаду по прикладным методам математики и психологии. Вот так. И выяснилось, значит, их результаты, как они там между собой, их места распределились, да? Они же на места претендуют. Кто больше задач решил, кто лучше, как их оценили там в их персональных каких-то там выступлениях. Вот так вот. Их места, рейтинги, да? Вот. Выясняем. Действительно ли московская команда сильнее Тамбовской и вообще всех других, или как там они вот сильнее. Можно конкретно каждую команду с каждой сравнивать, искать различия. А можно сразу одним махом. Вот надо доказать, что вот, товарищи, у нас по стране, значит, высшее какое-то образование перестало быть одинаково доступно для всех. Вот и все доказали, а что, больше не надо. Также можно, кстати, сравнивать не обязательно результаты психологических экспериментов. Заболеваемость, состояние здоровья. Это же, на самом деле, более широкое применение имеет. Хотя, изначально, исходно, пожалуй, что наиболее такие методы распространены психологией. Они для нее были сделаны, для нее востребованы, да? Понятно, да? Ну, вот как, например, какой-нибудь амперметр или вольтметр были запретены физиками, которые занимались электричеством. И сейчас-то вот эти электроизмерительные приборы используются и далеко за пределами физики. Они и в биологии используются для всяких там измерений, я не знаю, проводимости кожи, потенциала нервного импульса, потенциала коры головного мозга. Вот, пожалуйста, это вот всякие измерения напряжения можно использовать тонкие, да? Далеко ушли за пределы свои. Так и математическая статистика, она имеет характер некого измерительного прибора. Ведь, по сути дела, это измерительный прибор, который что-то пытается оценивать и мерить. Вот. Другой у нее просто немножко уровень другой, чем у обычного физического прибора. Там нет каких-то деталей, есть какие-то взаимосвязи. В приборе тоже есть взаимосвязи между деталями. А здесь есть взаимосвязи между элементами алгоритма, скажем так. То есть, отношение к этим методам должно такое же быть, как и к приборам. Вот так. То есть, им можно что-то измерять. Значит, хочу вам вот показать шкалу. Очень важное дело. Вот они, две отметинки. Одна сотая и пять сотых, да? Вот если результат наш попадает в ту область, где вероятность ошибки находится в этих пределах, вероятность ошибки, возникающая в том случае, если мы принимаем вот эту какую-то вот исследуемую гипотезу, да? Вот, ну, что вот, например, что есть различия между ними, да? То вот это считается вот такой критический вариант. Неизвестно, ошиблись мы или не ошиблись. Здесь, значит, нужно принимать, здесь нужно отвергать. Вот такое есть вот мнение. Такое мнение имеет место быть. Так, ну, мне остается вам напомнить кратко критерии наши сравнения. Самый простой критерий Розенбаума считается количество, ну, сравнивается две группы. Вот столько в первой группе объектов, которые стоят выше любого объекта из второй группы. Столько объектов во второй группе, которые стоят ниже объектов первой группы. Вот эта вот сумма считается, вычисляется. Значит, она должна бы иметь определенные значения. Не меньше, скажем, восьми, чтобы говорить о заметности таких изменений. Этот критерий самый был простой и примитивный. Он такой, легко зато применяемый. Более сложный критерий Мана Уитни, критерий У, или как его говорят, У-критерий. Так иногда как-то вот они в письменных, по крайней мере, разговорах своих специалистов в этой области так вот и используют. Тут применим У-критерий, например, да. Вот он У-критерий. Все элементы проранжированы двух групп. Элементы этих двух групп не обязаны, значит, группы не обязаны иметь одинаковое количество элементов. Вот оно в одной группе, в другой группе. Сумма рангов максимальная, да. Выбранная из двух групп максимальная сумма рангов. И вот это вот количество элементов в той группе, где сумма рангов максимальная. Это либо Н1, либо Н2. Ну, в одной из этих групп она будет, она будет, эта сумма рангов максимальная. Есть, конечно, сумма рангов одинаковая, но тут как-то вот неэтично немножко продолжать применять этот критерий. Вроде как разницы на самом деле нет по этому вопросу. Еще один замечательный критерий, критерий Краскала Уоллеса или критерий H, H-критерий. Я уж по старинке по-своему буду, не по-английски ведь H, они говорят. Вот, группы разобраны, их тоже две здесь, одинакового объема. Вот одна есть, значит, недостаток у нее, N – это объем этих групп, и вот она сумма рангов, квадрат суммы рангов к объему этой группы отнесенной. Вот он тут у нас фигурирует. Вот этот вот критерий, тоже его, значит, за базу сравнения с кем-то там надо принимать. На эту тему у нас были с вами идеи, как считать, там, помните, вот были такие идеи, 0,3, N1 умножить на 2, это вот предыдущий критерий был. Вот, вот так вот было дело. Ну, на самом деле, если у вас есть возможность использовать это на живых людях, то попробуйте. Это для них будет совсем не обидно и не больно. А кроме всего прочего, вы знаете, вот этот весь инструментарий, его можно использовать в такой области, я даже не знаю, как ее лучше назвать. Это то ли область успокоения души, что ли, при принятии решения в состоянии неопределенности, да? Ну, вот бывает так, что качественно вы аранжируете что-нибудь, ну, выбираете жениха. Вот по какой-то цепочке признаков его, значит, сравниваете, да? Вот по этому признаку ООН лучше, по этому признаку ООН хуже, да? Вот другой хуже, вот так вот. Вот в этих случаях, когда вот сумму вот всех этих вот аранжиров надо как-то определять, кто же лучше в итоге, ну, вот в такого рода случаях вот такие критерии можно применять. В экономической деятельности часто встречается состояние неопределенности. Там это, кстати, как-то более хорошо формализуется оно, состояние неопределенности. Сравнивать все равно приходится по отдельным критериям. Вот. Ну, вот и там тоже такого рода методы можно применять. С какой вероятностью мы ошибемся, если вот примем такое решение, вот, несмотря ни на что. Желаю вам удачи до следующего раза. А про финна-то, самого выдающегося в истории России, я вам в следующий раз расскажу, как я вас. Психологический этюдик, да? Можете еще раз посмотрите. Всего доброго вам. До свидания.